Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем с вами карьеру за игрока. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Итак, сегодня у нас в карьере два месяца, это октябрь и ноябрь, поэтому матчи вот какие у нас сегодня, именно в октябре, что можем мы здесь отметить. Ну, Лига Чемпиона, во-первых, против Шахтера, третий, четвертый тур. Интересные и важные, мне кажется, матчи, это против Атлетика Мадрид и против Вильяриала, вот, которые две команды интересовались мной из Испании в этом сезоне, в начале трансферного окна. А в ноябре матчи, конечно, поменьше, но игры очень важные, причем на одну неделю. Это и против Баварии, и против Мадридского Реала, который не прислал мне предложение по трансферу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит или нет нам менять позицию, потому что я могу сейчас зайти в статистику, к примеру, команд, и посмотреть состав Мадридского Реала по позициям. У них очень много нападающих, как вы видите. Играет чаще всего Фермина, кстати. У Бенземы 83-й, потому что рейтинг у Фермина 85-й. А слева есть Венисиус с рейтингом 85-й, а у меня рейтинг 89-й. Но, в принципе, он и играет. 8 матчей прошло, 4 плюс 3 у него, 9 плюс 1 у Роберто Фермина. А справа играет, думал, Васкес Родриго. Вот, у него тоже 6 плюс 1, то есть неплохая статистика. То есть эти позиции используются, на которые я играю в Валенсии. Тем более я и помоложе буду Венисиуса, и рейтинг у меня получше. Может, они просто не хотят переплачивать? Я вот не знаю. Ну что ж, сейчас мы играем на выезде против Депортива Алавеса. Составы в наших кранах. Поехали. Итак, мы на выезде. Сейчас показали, что я лучший бомбардир Ла Лиги на данный момент. У меня 9 забитых мячей. Поэтому надеюсь, что в межсезонье, даже не межсезонье, а просто в зимнее трансферное окно, меня подпишет Мадридский Реал. Итак, задание. Не ниже 9-0, не проиграть. И обводки. Давайте обводки возьмем. Поэтому, если мне действительно поступит предложение от Мадридского Реала, я уйду зимой. Я останусь в этом же чемпионате. То есть мои все голы, голевые передачи за сезон, они останутся. В этой же системе просто поменяется клуб. Мамардашвили выручает первый удар. А вот второй Алан Гоудой, вроде правильно прочитал его фамилию, забивает второй гол в третьем своем матче в этом сезоне в Ла Лиге. А вот мы пропускаем от аутсайдера на выезде. Мунис в штрафной. И пробить, но тащит голкипер. А тут такой же момент. Закария сравнивает. В хоккее мне бы сделали, конечно, голевую передачу. Но здесь забивает Закария. Отлично на добивании сыграли. Идентичный гол, как и Депортиво забивали нам. Отлично, Ануачу. Ударом с углового. Я все-таки ждал, потому что мы забивали в каком-то матче два гола с прямиком вот с углового. Так вот и рифмы пошли. Но факт есть факт. Сегодня Мунис как-то не очень себя, конечно, показывает. Особенно в передачах. Не смог сейчас реализовать выход один на один свой. Но после вот этого как раз выхода заработал он угловой. Один неудачный был, а вот второй залетает прямо в створ. И на последних минутах Ануачу забивает победный гол. И это волевая победа Валенсии. Во втором тайме они собрались и в итоге победили Депортиво Алавес. Все. Финальный сесток. Уверенная. Такая вот во втором тайме игра принесла нам пользу. На команде. И в итоге три очка мы берем на выезде. Лучшим игроком стал Закария. Вот Беносер подавалась угловой, я так понимаю. И все. Потому что одна голевая. Мою не засчитали. Как я говорил вам, в хоккей вы засчитали. В футболе нет. Итак, по заданиям мы не выполнили оценку. Избежали поражения. И обводки у нас целых 75% успешных. Так, и игроком месяца в сентябре признан Исак из Реал Соседата. Так что два месяца. Пока что Мунис дважды был доминирован. Так же как и Роберто Фермино. Но мы не получили этот вот приз. Получил Гризман в августе и Исак за сентябрь. Итак, теперь у нас домашняя игра. Снова мы играем против команды из нижней части турнирной таблицы. Против Хитафи. Но мы все-таки играем дома. Я надеюсь, не допустим такого, чтобы мы пропустили. Да еще и отыгрывались по ходу встречи. Поэтому будем стараться. Сегодняшняя победа нам принесет, если, ну, 3 очка. И мы можем подняться на вторую строчку. Райя Валикана пока что просто отлично идет. Я просто не понимаю, что у них там за состав. Ну вот состав Хитафи на вашем экране. Мы видим здесь Рефата Жамалегинова. Поехали. Итак, Валенсия против Хитафи. Стадио Мисталья. Давно, давно мы не играли на домашнем стадионе. Первый матч за сегодняшний выпуск. Вот. Так, успешные навесы, точные передачи. Вот тут вот просто я не знаю. Пробуем, давайте, точные передачи. Ну и, как понимаем, значит, навешивать сегодня нам тоже надо. Мунис. На дальнюю и Ануачу забивает голевая передача. Причем с навеса. И снова вот так вот попытались мы на дальнюю подать. Со второй попытки Ануачу выждал этот момент и забил. Минимальная домашняя победа. Буквально в первые 10 минут у нас получилось распечатать ворота Хитафи. Отличная моя голевая передача. Не знаю, сейчас Ануачу, скорее всего, станет игроком матча. Нет, стал я с оценкой 8.0. Очень слабую оценку получил. Вот. Но главное, что победили. Итак, по заданиям на матч. Не выполнили оценку. Сделали 66% точных навесов и 72% точных передач. Но до дополнительной задачи мы вот не дошли. Итак, сейчас у нас игра в Лиге Чемпионов. Третий тур. Играем мы против Шахтера, который не смог набрать очки ни против Леона, ни против Баварии. У Баварии 6 очков. Не знаю, попадается ли Леон с Баварией. Будем на это надеяться. Но играем против Шахтера, аутсайдера этой группы, как мы уже видим. Поэтому нам более-менее повезло, что у нас две игры подряд против этой команды в третьем и четвертом туре. Составы в наших кранах. Не знаю, здесь кого могу выделить из состава Шахтера. Вроде те же игроки. Никаких трансеров здесь не было. Могу по нашему составу сказать, что у нас Бенасер играет центрального защитника. Агуэйдыш правого нападающего. Вот. Так-то он у фланговый именно, а здесь прям его на ПФД поставили. Очень странно. Поехали. Итак, вы знаете, игра в Лиге Чемпионов. Шахтер Донецк против Валенсии. Итак, задание. Оценка ниже 9.0. Успешные навесы и перехваты. Тут уже труднее. Я не знаю, давайте навесы будем. Значит, также будем пытаться отдавать голевые передачи с фланга. Если у меня стоит задача вот тренера успешные навесы, то значит надо навешивать чаще. И! Ух, какой гол! Давно я не забивал, кстати, головой. Вот так вот с розыгрыша. Тем более с моим-то ростом. Но здесь отлично пошла подача. И отлично мы забиваем. Если я не ошибаюсь, четвертый гол в Лиге Чемпионов. Три мяча забил ворота Леона. И вот сейчас забиваю на выезде Шахтеру. Ну, подача-то хорошая и... Забивает. А я не знаю, засчитают на меня или нет. Забивает Гуэддер. Давайте вот просто сразу, потому что мне ничего не написали. Была там голевая, не была. Уровень игры. Замечательно. Я там не понимаю, наверное, с рикошетом от защитника как-то мяч в голову Гуэддышу попал. Но в итоге это не голевая передача моя. Смотрим. Аааа... Так это еще и автогол. Поэтому я-то думал Гуэддыш забивает. Тогда все. Без вопросов. 2-0 обыгрывает Валенция Шахтер на выезде. И все. Финальный свисток. Уверенная выездная победа над Шахтером. Победный гол на счету Муниаса. И также еще один гол Шахтер. Можно сказать, срезал свои ворота. Лучшим игроком признан я. 9,5 у меня оценка. Так, ну и по заданиям рейтинг матча мы выполнили. Не выполнили успешные навесы. Ну что же, очередная у нас выездная игра. На этот раз играем против Атлетика Мадрид. Которые идут на 6 месте. У нас 6 очков лидерства над ними. И 3 очка отставания до первого места. Поэтому нам ни в коем случае нельзя терять очки. Ну, все-таки мы в ранге действующего чемпиона Испании. Поэтому составы на наших ранах. Я не знаю, может быть форму поменять. Будет ли она там как-то сливаться или нет. Итак, Ванда Метрополитана принимает этот матч. Мы в Мадриде. Но немного не на том стадионе, на котором бы мы хотели выступать на постоянной основе. 2 гола от нас требует командное владение и оценка. Я даже не знаю, ну, если требует 2 гола забить, то понятно, что оценку-то мы точно выполним. Поэтому давайте попробуем забить 2 гола. И все-таки забивает Атлетика. Ну, здесь Мамардашвили сам виноват. Он дважды не точно вынес просто мяч руками. Первый раз просил у нас Атлетика Мадрид. Во второй раз уже нет. Вот. Поэтому я даже не просил у него, не запрашивал мяч, чтобы он мне дал. Он решил бросить на меня. В итоге не добросил. И поэтому вот закономерный результат мы пропускаем на Ванда Метрополитана. Неплохо продвигается дальше с мячом. И, в принципе, возможен. Вот это отличный контр-выпад. Мунис. Отлично. Просто контратака суперская у Валенсии. Сейчас была Мунис. Почему-то не бежит забирать мяч. Я не знаю, почему до сих пор. Вот. Но 68-я минута. Счет 1-1. Мы выполнили наполовину задачу от тренера забить 2 гола. Вот. Один уже есть. Поэтому постараемся забить еще. Время есть. И все. Финальный сесток. Валенсия играет в ничью на выезде с Атлетиком Мадридом. Голы на счету. Ван де Бека. И Хавьера Муниаса. Ну, игроком матча стал Ван де Бек. У него оценка 8-2. Ну, и по заданиям. Мы не выполнили ни одно задание. Ни оценку нужную не получили. Ни забили 2 мяча. И командное владение всего лишь 32% у нас было. Ну, что же. После ничейного результата с Атлетиком Мадрид. Теперь у нас отставание до Раева Лиакана. Целых 5 очков. Лидерство у нас в любом случае есть. Над пятым местом, как минимум. Там как раз идет сейчас Атлетик Мадрид. Но до времени. Потому что у Сельты еще игра в запасе. Но нам нужно выиграть Валериал. Который идет на девятом месте. Мы играем дома. Набирать очки. И обходить. Ну, как минимум, хотя бы сравниваться с Барселоной. Потому что надеемся, что Реал потеряет очки. И не заберет наше второе место, как минимум. Итак, составы на наших экранах. Поехали. Ну что же, Валенсия против Валериала. Очередная команда, которая интересовалась мной летом. Итак, оценка ниже 8-5. Забить один гол и не проиграть в матче. Мне кажется, вот не проиграть в матче мы это можем выполнить. Ну и попробуем забить один гол. Так, неплохо. И вот можно выйти вперед. Под самый занавес первого тайма. И Дака забивает с моей голевой. 1-0. Валенсия выходит вперед. Так, Мунис. Вот он, хороший момент для удара. Да. И это 2-0. Под самый занавес встречи Мунис забивает все-таки тот гол, который от него требовал тренер перед матчем. И устанавливает, скорее всего, окончательный счет в этой игре. 2-0. Гол плюс пас у Муниса против команды, которая им интересовалась. То есть у нас пока что так и выходит. Мы забили обеим командам, которые вот из испанского чемпионата нами интересовались летом. И Атлетика забили, и Вильяриалу. Осталось теперь где-нибудь забить Челси и Тоттенхэму. Ну что же, гол плюс пас и Мунис игрок матча. Итак, по заданиям мы выполнили абсолютно все. Получили оценку не ниже 8.5, забили гол и избежали поражения. Ну и выездная игра у нас против Альмерии. Они идут на 16-м месте по турнирному положению. Мы идем на 4-м месте. 2 очка отставания до Рая Валикана. Ну что же, состав в наших экранах. Поехали. Ну что же, мы на выезде против Альмерии. Так, оценка не ниже 9.0. Голевую передачу, либо не проиграть. Давайте попробуем не проиграть, но передачу голевую тоже будем стараться отдать. И мы пропускаем. Уже на 10-й минуте вот так вот дальний удар от Альмерии выводит их вперед. Вот просто опять же никто не встречал, никто не ожидал, а он взял и пробил. И забил нам Ладжи Рамазани. Второй гол в 10-ти матчах. Отлично проходит, но и надо сравнивать. Счет. Отлично. 1-1. Под самый занавес первого тайма Мунис все-таки забил. И шансы во втором тайме очень даже хорошие у Валенсии, чтобы выйти вперед. И все, финальный сысток. Валенсия отыгралась. У Альмерии проигрывала гостевая команда по ходу встречи. И в итоге счет 1-1. И очередная потеря очков у Валенсии в этом сезоне. Ну и Мунис игрок матча. Ну и по заданиям. Не выполнили рейтинг матча, не отдали голевую передачу и избежали поражения. Но я выбирал задачу, что мы выиграем в этой игре. Итак, групповой этап Лиги Чемпионов подошел к Экватору. Мы отыграли 3 игры. У нас 6 очков в копилке. Максимум можно было заработать 9, как Бавария. Но, в принципе, до начала групповой этапа мы и прогнозировали на то, что Бавария выиграет все матчи в этой группе. Для них, мне кажется, это очень даже легкая группа. Ну а мы боремся за второе место. Может быть, и в ответке получится Баварию обыграть. Но сейчас мы играем против Шахтера, которые не смогли набрать ни одного очка за первые 3 игры в этом сезоне в Лиге Чемпионов. Ну а мы играем дома. На выезде мы их обыграли 2-0. Сами гол забили. Ну вот сейчас постараемся снова победить. Сил, кстати, у Мунис не так уж и много. Поэтому против такого соперника, мне кажется, можно постараться сделать результат в первом тайме. А во втором попросить замену. Поехали. Ну что же, Валенсия против Шахтера. Итак, задание. Оценка ниже 9-0. Сделать 5 передач на половине поля соперника и 40% минимум обводок результативных. Поэтому попробуем. 5 передач, мне кажется, точно мы сделаем. Да и оценку такую можно получить, если вот забьем 1, а может быть и парочку голов в первом тайме. Чтобы можно было как можно скорее на атакующую треть поля пройти. И Мунис отлично обыграл. Ну а здесь забивать, конечно, надо с левой ноги и это 1-0. Хавьер Мунис открывает счет в этой встрече. 18-я минута матча. Ну, снова забивает Мунис в ворота Шахтера. Гуэдыш, ну как шикарно дает на Мунис. Ну что, это дубль? Ну надо забивать. Конечно же, 2-0. Просто вот 2 опасные ситуации произошли у Шахтера при потере мяча. И Валенсия этим воспользовалась. И Мунис записывает уже дубль в первом тайме. Ой-ой-ой-ой. Это грубая игра. И прямая красная карточка. Тарас Степаненко ее получает за фолл на Хавьере Мунис. Здесь просто вот аккуратненько поставили корпус. И, ну, тяжелую травму еще мы могли, конечно, получить. Но, слава богу, обошлось. И все, уходим мы на перерыв. Счет у нас 2-0. И я все-таки попрошу замену. Потому что выполнил абсолютно все задания за первый тайм. Поэтому давайте отдохнем немножко. Ну а вот еще и Денис Черышев забивает. Он, скорее всего, заменил меня. И на 51-й минуте счет становится разгромным 3-0. И все. Финальный свисток. Валенсия разгромила. Шахтер со счетом 3-0. Уже у себя дома. И в итоге Хавьер Мунис забил 3 мяча в двух матчах против Шахтера на групповой стадии Лиги Чемпионов. Ну а лучшим игроком признан Мунис. 10-0 у него оценка. 2 забитых мяча. Ну и, как я говорил, по заданиям мы все выполнили. Оценка 10-0. Ровно 5 передач на половине поля соперника. И 75% успешных обводок. Итак, сейчас у нас снова домашняя игра против Уэски. Они идут на 11-м месте. Мы идем на 4-м. Сейчас у всех одинаковое количество матчей. И легче посмотреть, что сейчас за ситуация. В любом случае, нам нужно выигрывать. В каждом матче, если брать, например, определенно этот, будет у нас 30 очков. Будем надеяться на то, что Реалы и Барселона потеряют очки. И мы поднимемся на второе место. Отставание до Рая Валькана 4 очка. Ну и лидерство над 5-м местом у нас тоже 4 очка. Ну что же, Мунис более-менее отдохнул, кстати. Мне кажется, даже полностью, хотя там, ну может быть, 95%. Он готов, поэтому составы на ваших кранах. Поехали. Дождливая погода на Мистали. Перед вами лучший бомбардировал Лиги на данный момент. 12 мячей у Хавера Муниса. Итак, оценка не ниже 9-0. Давайте снова обводку возьмем. Ну и видим задачу. Надо забить 2 гола. Ануачу подаем. Правда, не на него, а на Даку. И Дака забивает с моей голевой передачи. И вот давно. Мне кажется, это вообще первый матч в этом сезоне, когда я снова подаю угловые. И вот буквально вторая подача. И ноги-то помнят. При том, что я изменил многие характеристики нашего футболиста. Те же подачи, скорее всего, навесы. Точность передач, подкрутка. Все это изменилось. Но не изменилось только одно. С моих передач с угловых снова забивают. И пропускаем. Уэско сравнивает счет. 69-я минута. Ну, отлично. Хавер Муня забивает как минимум 1 гол. 89-я минута. Возможно, он будет победным. Но тренер от нас просил дубль. Получилось забить только один. И то вот в концовке встречи. Финальный сысток. Минимальная домашняя победа Валентинаду Уэской. Гол плюс пас на счету Хавьера Муниаса. Ну, а лучшим игроком стал, скорее всего, голкипер Уэски. Да. Фернандес 8,6. У него оценка. А у Муниаса 8,5. Немножко не хватило. Ну, и по заданиям не сделали ни оценку матча. Не забили два мяча. Забили один всего лишь. Ну, и вот только успешной обводки. Так, ну и в итоге Барселона потеряла очки. В 13-м туре сыграли они в ничью с Реал Соседатом. В итоге теперь мы на третьем месте. Четыре очка у нас отставания от Рая Валикана. Два очка лидерства на четвертом уже местом. Мы на третьем. Ну, и очко у нас отставания до мадридского Реала. Сейчас у нас выездная игра против Реал Валидолида. Они идут на 17-м месте. Но недооценивать соперников. Как мы уже поняли, ни в коем случае нельзя. И Рай Валикана, кстати, потеряли очки. У них на одну игру больше, чем у нас. Но количество очков осталось неизменным. Поэтому надо сейчас обыгрывать и уменьшать наше отставание до этой команды. Состав на ваших экранах. Поехали. Итак, снова дождь на стадионе. Оценка не ниже 9-0. 5 передач на половине поля соперника. И командное владение. Давайте попробуем 10-0. Передача на Муниса. И пробить бы можно. Было бы это гол. Отличный гол из-за штрафной. На 45-й минуте Мунис забивает на выезде ворота Реал Валидолида. Ну, просто шикарный гол. Посмотрим его с другой камеры. Отлично увидели позицию, момент, время для того, чтобы принять решение. Никто нас не встречал. И вот так вот. Мяч отправляется в ворота Валидолида. Нево через Муниса. Вот он еще один момент. Сейчас или никогда Мунис. Отлично. Мунис забивает. Счет 2-0. 90-я минута матча. Все. Финальный звездок. Дубль Хавера Муниса. Приносит 3 очка, во-первых. И уверенную победу на выезде. Игроком матча здесь стал Хавер Мунис. Итак, по заданиям. Выполнили оценку. Пасы в атаке. Но вот не хватило нам 3% командного владения. Ну и в концовке сегодняшнего выпуска у нас 2 топовых матча. Первый против Баварии. Второй против Мадридского Реала. И против Баварии мы играем в Лиге Чемпионов. Они потеряли очки. А в четвертом туре Лиги Чемпионов сыграли в ничью с Леоном 0-0. Вот. Поэтому шансы более-менее какие-то у нас появляются. Чтобы их победить. Все-таки мы вели их в счете против них. Вот теперь надо постараться удержать. Это вот преимущество. Играем все-таки дома. Составы на наших экранах. Поехали. Ну что же. Стадия Мистали принимает матч 5-го тура Лиги Чемпионов. Причем это вроде последний матч наш дома на групповой стадии. Так. Оценка не ниже 8-5. 3 перехвата. И 5 передач на половине поля соперника. Давайте попробуем. Возьмем 10. Вот. Но если мне действительно не сменяет память. То матч против Леона в 6-м туре мы будем играть на выезде. Потому что дома мы их обыгрывали. Ну и сейчас скорее всего будет финальный свисток. Да. Так и есть. Нулевая ничья. Бавария теряет очки во второй половине группового этапа. Уже сыграл в ничью с Леоном и с Валенсией. Но шансы в любом случае у Валенсии еще остаются на первое место в группе. Надеемся, что Шахтер отберет очки у Баварии. А мы обыграем Леон. В итоге у Муниса оценка 7-1. Ну а лучшим игроком, мне кажется, стал даже не Нойер. Кто же лучшим стал? Закария. 7-2 у него оценка. Ну и по заданиям мы не выполнили ни одно. Не оценку получили, которую от нас требовали. Не делали 3 перехвата. И не делали как минимум 5 передач на половине поля соперника. Делали только 4. Ну и сейчас у нас вот такая ситуация в чемпионате. Кстати. Сейчас будет отлично просто. Если мы обыграем Мадридский Реал. И обходим их. И закончим сегодняшний выпуск на первом месте. Райвеликан уже потеряли очки. У нас сейчас лидерство в 2 очка над 4-м местом. У двух команд по 3-4 очка. Надо вот обыгрывать Реал. Чтобы они, во-первых, заинтересовались мной и подписали нас зимой. Ну а пока что мы играем в Валенсии. Поэтому надо бороться еще и за свою действующую команду. А не за будущую, как мы планируем. Составы на наших экранах. Поехали. Итак, последний матч в сегодняшнем выпуске. Валенсия против Мадридского Реала. Действующий клуб против того клуба, в который мы стремимся перейти. Нужно сделать либо 10 передач. Либо оценка. Либо соотношение голов к ударам. Давайте попробуем 15 передач сделать. А вот и ошибка. Типа Куртуа и, ну это очень опасно штрафной. И это красная карточка, конечно же, прямая. Эдеру Мелитау. Вольверде. Опасная передача на Родриго. И это автогол. 45-я минута. Не дотерпел клуб. Валенсия. Чтобы вот этот счет 0-0 продержался как минимум хотя бы первый тайм. В итоге вот так вот. Я не знаю. Все-таки, да, Сидибе. Джибрил Сидибе срезает мяч из свои ворота. Неплохо Дака. Увидит или нет. Он мое забегание отдает на Гуэдеша. Но здесь надо забивать. Гонсало Гуэдеш. И. Отлично. Какой гол вколачивает Гонсало Гуэдеш. 1-1. В контратаку отлично мы убежали. Не поучаствовал я в этой атаке. Но нажал на удар. Чтобы Гуэдеш сам бил. Ничего не выдумывал. И поэтому все замечательно. 1-1. Дака. Отлично сейчас поборолся. И мы бежим в контратаку. Но здесь надо забивать. Когда, как не сейчас. Муниес. Нет. Ну, хоть кто-нибудь. Да. Ивоби забивает. Суматоха, конечно, произошла в штрафной. У меня снова не получилось забить ворота Реала. Я не понимаю, почему. Типа Куртуа. Прямо знал, наверное, что я сейчас буду и с левой ноги бить. Просто уже без подкрутки на силу. Но главное, что забили наши игроки. Ивоби. Первый гол за 15 матчей в чемпионате Испании. Вальверде. И забивает Реал. И забивает Реал. 85-я минута. Недолго музыка играла. Сразу же буквально Реал сравнивает. И снова вроде дальний удар. Никто опять же не накрыл. Ничельный результат. Реал в меньшинстве выставил против Валенсии. И даже вел в счете по ходу матча в десятером. Но мне кажется, этот матч, хоть мы и сыграли в ничью, но мы его действительно проиграли. Надо было обыгрывать такой Реал. Другой возможности у нас, возможно, и не будет. Но у меня оценка 7-3. Лучшим игроком признан Вальверде. Который забил вот этот последний решающий гол. Который принес ничью мадридскому Реалу. Ну и по заданиям. Мы не выполнили ничего. Не оценку получили. Ненужную нам 7-3 надбла 8-5. Ни одного гола не забили. И всего лишь 6 передач сделали. И теперь, в принципе, нас засунули в запас. Но там тренировки пройдут. И снова мы будем в стартовом составе. Но последний матч, конечно, неубедительный проводит Хавер Мунис. Так, игроки отправятся в сборную. Черешев в сборную России. Гуедеш в Португалию. Мунис в Мексику. Но ведь опять же. У нас просто нету никаких матчей. Вот. Все. Я не понимаю, почему так происходит. Ну что же, на этом мы и закончим сегодняшний выпуск. По турнирному положению. Мы на четвертом месте. У нас снова 3 очка отставания до Раево Лейкана. Вот. Делим мы третье место с Барселоной. И, кстати, игрок Октября. Малин был. Как-то вот этот я момент упустил. Вот. Из Реал Бетиса. Кстати, можно посмотреть. Да. Я снова был номинирован, кстати. Я единственный, наверное, игрок, который 3 месяца подряд номинирован. На, так сказать, кандидат. Название игрока месяца. Но ни разу еще не выиграл. В ноябре я снова номинирован. Два игрока из Реал Валида Лида. И один из Раево Лейкана. Ну и я. Поэтому уже в следующем выпуске мы узнаем, получу я наконец-то звание лучшего игрока месяца или нет. Ну что же, друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну с вами был Андрей и канал Футбол. Это жиданная встреча, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok